Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает, Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 14 апреля, день Марии, назван в честь преподобной матери Марии Египетской, Был святой Зосима, достигший в послечестве совершенства, И хотевший узнать, есть ли более совершенный человек, чем он. И ангел сказал ему, есть такой, и указал, где его найти. Зосима пошел и нашел женщину, это была Мария Египетская. Ранее, с 12 лет и более 17 лет, Она предавалась блуду для удовлетворения похоти. Потом, ополнившись, раскаявшись, Около 48 лет она пребывала в пустыне и была прощена. Этот день в народе имеет несколько названий. Мария Пролубница, Мария Египетская, Пустые щи, Мария Зажги Снега и некоторые иные. К этому времени заканчивали запасы капусты. Потому щи из капусты не варили, Старались на еде экономить. По этой причине, сегодняшний день имел название Пустые щи. В церкви почитали память Святой Марии И молились ей для защиты от злаза и порчи. В этот день было принято оставлять угощение для домового, Чтобы он не мучил жильцов своими проделками. Для этого оставляли немного каши, Наливали в блюдце молоко. Сегодня было принято мыть входную дверь со всех сторон. Используя для этого воду с растворенным в ней вином И цветочным медом. Приметы. Звездное и ясное небо в сегодняшнюю ночь Предвещало благодатное лето и богатый урожай. Бурное половодье в это время предвещало Удачную рыбалку и хороший сенокоз. Лед быстро сходит. Год будет удачным. Во время заката солнце видна молния К дождю утром. Глухие и короткие громовые раскаты. В ближайшее время погода будет солнечной и теплой. Молнии без грома сверкают. Лето будет засушливым. Утки и гуси раньше вернулись к потеплению. Доброе здоровьица, уважаемые посетители канала. В связи с прежней беседой Кто-то виноват по жизни, вот мужское начало загубит планету и так далее. Вот давайте мы с вами самостоятельно подумаем о ценностях, которые имеются в нашей жизни. То есть ради чего там стоит жить. Ну, примерно в этом плане. При этом я не хочу вам навязывать, что это именно вот так или только так. Подумайте сами. То есть это пища для размышлений. Это очень важная пища для размышлений о собственной жизни. Итак, есть такое понятие, как вечные ценности. То есть те ценности в жизни, которые, будем говорить, как бы ни менялось общество, они не изменяются. Потому они и есть вечные. Я выскажу свое предположение, а вы там подумайте и напишите, что вы там считаете, какие там ценности у вас есть, там приоритеты и так далее. Вот смотрите. Основная ценность любой жизни – это накопление опыта. Это я так считаю. Накопление опыта. То есть душа, вернее, так сказать, дух воплощается через душу на землю для того, чтобы в течение жизни наработать какой-то опыт. То есть первая ценность – это, ну, опять-таки, я уже дальше не буду говорить, что я так считаю. Я буду говорить, это получение опыта, на основании которого мы лучше начинаем понимать окружающий мир, мы становимся лучше, мы становимся благодаря вот этому понятию и опыту, наработанному опыту, становимся как-то сильнее. То есть мы переходим по ступени эволюции в некое другое качество. Мы будем обладать большими возможностями, ну, примерно так. Опыт. Значит, первая ценность – это жизненный опыт. Но для того, чтобы его получить, должна быть вторая вечная, значит, ценность – это жизнь. Жизнь дается для того, чтобы мы получили этот опыт. Естественно, жизнь надо ценить. Жизнь зависит. Следующее, как бы сказать, вот жизнь мы ценим. Жизнь зависит от, ну, в основном от здоровья, можно так сказать. Хотя не всегда там и болезнь заставляет человека приобретать опыт на тонне и болезни для того, чтобы тоже служили таким действенным механизмом в нашей жизни для приобретения опыта. То есть жизнь и здоровье нам необходимы, особенно для того, чтобы жизнь была более такая плодотворная, более длительная. В течение этой жизни мы получили бы с вами больше самого разнообразного опыта. И, естественно, смотрите, для поддержания нашей жизни нам нужно питание. И вот тут мы сталкиваемся с очень интересной, как бы сказать, темой. Питание, так как у нас есть руки, ноги, рот и желудочно-кишечный тракт, то есть для поддержания жизни нам надо питание, которое мы добываем из окружающей среды. И теперь вот смотрите, следующая ценность касается питания. Каждое живое существо защищает свое место проживания, в котором оно кормится. То есть это такие, знаете, основополагающие вещи, за которых идет уже, будем говорить, борьба. Не на жизнь, а на смерть. То есть получив, значит, питание, возможность питаться, дальше, значит, можно строить свое здоровье, свою жизнь и получать опыт. То есть как не верти, а вот этот вот пункт питания и связанное с питанием, значит, вот область нашего проживания, область нашего кормления, способ нашего кормления имеет огромное-огромное значение. И вот теперь смотрите, что получается. Когда люди были еще там первобытными, вот они, естественно, оценили область, где они там жили там племенем, где они там питались и так далее. И они его защищали от посягательств других людей. И, опять-таки, самые большие вот эти вот раздоры между людьми проходили на почве питания. И, как правило, питание ассоциировалось с каким-то клочком земли, удобным, на котором, допустим, деревья были, растения были, плодородная земля, что-то там она выращивала, животные были. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И теперь смотрите, будем немножечко закругляться. То есть землю, ценить землю. Далее мы немножечко поговорим о том, как относится в данном случае к земле потребительски современное, будем говорить, поколение людей. Они понимают, что земля является источником, ну, будем говорить, всех благ, но при этом они норовят ее не столько для себя сохранить, сколько выкачать из чернозема путем постоянного, значит, сеяния каких-то там культур и продавания их в обмен на другие там лага, значит, выкачивания там недр и так далее. Ну, мы даже недра не будем брать, вот именно земля нас кормит. И если мы будем варварски относиться к земле, вот, допустим, к чернозюму посадили, продали урожай, посадили, продали, это уже давным-давно было известно. Земля истощается, а становится неплодородной. И начинается тут разного рода миграция людей, там, опять-таки, завоевание плодородных земель и прочее-прочее катавасия начинается. То есть землю, на которой человек живет, вот этот участок земли важно сохранить для себя и последующих поколений. Ну, и еще одна ценность, вечная ценность, вот, и на этом закругляемся, это семья. Оказывается, для того, чтобы как-то жизнь продолжалась, должны быть мужчина и женщина, которые живут в том или ином там виде брака. Ну, в основном у нас какой брак? Мужчина и женщина, это в основном, не будем говорить. Вот, дети, семья и семья. И дальше на основании семьи это род, далее уже пойдет как племя, потом уже как пойдет как народ. Это способ выживания в этом мире. То есть одно дело, один человек пытается выжить, грубо говоря, и есть масса таких примеров, отшельники и так далее, которые живут. Но, тем не менее, человечество пошло по пути, это семьи. Потому что, ну что, отшельник умер и все, больше от него ничего не осталось, хотя он сам что-то там прожил. А вот другое дело, семья, появляются дети, у детей появляются внуки, правнуки и так далее. То есть идет вот эта вот преемственность. То есть родственные связи, родственные связи на уровне семьи, на уровне рода и на уровне народа, это тоже является своеобразной вечной ценностью, которая способствует более лучшему выживанию. Пока на этом закончим, потому что вы сами понимаете, тема эта огромная. И мы берем так помалочку и начинаем ее, значит, вот это самое, выкладывать для себя, обмозговывать. Так что пишите свои соображения, что вы думаете, какие у вас ценности и так далее, и так далее, и так далее. Продолжение следует...